Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Наша недельная глава называется Вайра. И сегодня самое страшное, десятое испытание Аврагама. Так и написано, что Всевышний испытал Аврагама. Он сказал ему Аврагам. Он говорит, вот я. Аврагама говорит ему, Ашем, возьми единственного сына своего. Аврагама говорит, у меня два, каждый единственный в своей матери. Он говорит, которого ты любишь. Он говорит, я люблю обоих. Всевышний говорит, Ицхака. И пойди к тому месту, которое укажу. Называется это Гора Мория. И принеси его во всесожжение. Очень страшная ситуация. Самое важное, что он не думает. Всевышний сказал, сделай сейчас же. И не сказал его сжечь. И не сказал резать. Сказал, только положи, вознеси его на жертвы. Положи его на жертвы. Ну, Аврагам не пытается уйти от этого. Он понимает, раз Всевышний так сказал, то выполняет. Мало того, что это было видение. То есть, если Всевышний с Маше говорил лицом к лицу. То здесь получал Аврагам видение. И он все равно понимал, раз Всевышний обратился так, значит так. И он просто рано утром встает и идет. Наши мудрецы замечают, когда Всевышний разговаривает с Белямом, то он некогда встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел. Аврагам сразу, четко рано утром и пошел. Взял с собой дрова для жертвы всесожжения. Взял осла, огонь, нож. И взял с собой Ицхака, естественно, сына. И двух отрагов. Наши мудрецы говорят, что это Элиезер. Его слуга. Элиезер из Дамаска. И Ишмаэль, его сын. И это испытание невероятное. Что такое идти на третий день пути, только он увидел это место издали. А эти все дни он идет. Он не останавливается, он идет тому месту. Он выполняет то, что говорит Всесильный. Испытание страшнейшее. За это время можно было передумать, отдумать, что угодно. И можно было сказать, Всесильный обещал, что в Исхаке нарисуется тебе род. Что от него произойдут твои потомки. То есть врагаму сказать, да, раз ты мне уже это обещал, понятно, что есть я его сейчас. Принесу на жертв, никто уже не будет и не пойти. То есть он не ищет никаких путей отойти от испытания. Не пытается ничего сделать. То есть если мы видим, когда Всевышний отправляет его жить в страну Кнаан, которая врагам не знает. Он идет сначала на разведку, он проверяет, можно ли повезти в свою семью, может что-то так, не так. Он должен был проверить. И он в 70 лет пошел на разведку, все проверил. В 75 они уже вышли с сарай женой, свои слотом и все-все. А здесь нет. Он сразу собрался и пошел выполнять. Настолько сильным человеком он стал. Настолько он уже был готов к такому страшному испытанию. Пришли они, уже недалеко осталось до этого места. Аврагам спрашивает у своих близких, у Элизера и, естественно, Ишмаэля, что вы видите? Мы видим гору. То есть видят материальную часть. Духовная часть не видит. Аврагам и Ицхак видят нечто невероятное. Они видят будущий мир, они видят, что в этой горе будет храм. То есть они видят больше. Всевышний им показывает высочайшие вещи, которые даже и не снилось. Такое увидеть. А они вот, тогда Аврагам сказал, оставайтесь здесь сослом. Что такое символ материальности. И Шмей и Элизер остались своей материальностью здесь. Аврагам взял, возложил дрова на Ицхака сына своего. Ну, очевидно, Всевышний придал Ицхаку огромную силу, потому что мы знаем, что так бывает. Мы видим, что камень, который семь человек сдвигали, чтобы напоить овец, Яков сдвигал один. И можете себе представить, чтобы сжечь человека, надо много дров. То есть, знаешь, Синий дал ему такую силу, возложил на своего сына и пошли они с дровами. Потом Медраж пишет, что Сатан превратился в реку и не давал Аврагаму пройти. Говорит, старик, что ты делаешь? Ты с ума сошел? Как это твоего сына будешь резать? И то, и все. А Аврагам идет в реку, говорит Всевышний, ну, если ты не хочешь, чтобы я эту заповедь выполнил, значит, я утону. Всевышний убрал эту реку. Идут, пришли на гору. Ицхак спрашивает, отец, вот дрова для жертв сожжения, где ягненок? Ягненка нет. Он говорит, Бог изберет себе ягненку, сын мой. Пришли на гору, Аврагам сделал жертвенник и сказал, что ты это жертва. Ицхак не ребенок, как может показаться в тексте Туры. Ему 37 лет, взрослый мужчина с бородой. Он бы мог как-то противостоять, чего это меня резать? Тем более, Синий запрещает любое жертвоприношение человека, это вообще запрещено. Но он говорит, нет, папа, раз тебе всесильный сказал, вяжи меня крепче, чтобы я не дернулся во время того, как ты будешь шхитовать меня, говорит, чтобы кошерно зарезать. Аврагам связал Ицхака, положил на жертвник, вознес только нож, и тут ангел Бога возвал ему и говорит, нет, не делай этого. Аврагам, нет, я не буду тебя слушать, все равно. И он тогда всесильный обратился, говорит, что это сказал я. Говорит, не делай ему ничего, ни надреза, ничего. Вот ягненок, зацепившийся рогами в зарослях, его возьми и принеси в животное сожжение. Устная традиция пишет, что это в первый день творения Всевышний сделал этого ягненка. Аврагам, он рогами зацепился в зарослях. Почему указано, что рогами зацепился он в зарослях? Потому что если человек другим зацепился, он мог бы пораниться, порезаться, и тогда он бы не годился для жертв сожжения, должно быть идеальное животное. А рога, ничего им не сделаешь. Аврагам тогда взял этого ягненка и принес его, как положено, в жертв сожжение вместо сына своего. И это было страшнейшее тоже испытание, он себе представлял, что лежит сына, насколько это было тяжело нашей мудрецы, это что-то невероятное. И тогда ангел сказал, что сказано мною, это сказал Господь, что огромное благословение ты получаешь. Тобой обладаются все народы земли. В общем, самое невероятное испытание прошло Аврагам и Исхак. Они вдвоем его сделали. Аврагам должен был зарезать своего сына. А Исхак, мало того, что он это все принял, так его еще и зарежу. И Бедраж пишет, что он в этот момент этой казни, он попал в рай. Пишется, что он три года там был в раю в этот момент. Что-то случилось невероятное с Исхаком. То есть что-то было невероятное произошло. Почему они возвратились и пришли они вместе с Исхаком в Бершеву. И остановился Аврагам в Бершеве. Вот так вот. Потом мы видим, уже в главе Хаесара, что Сарой не станет. Но самое любопытное, что это произошло, что она живет в Хевроне в тот момент, а не здесь в Бершеве. То есть, очевидно, она была не согласна с решением Аврагама. Но это будем говорить уже в главе Хаесара. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был за поднятие души. Моя дядя Владимир бен Григорий. Моя брата Павел бен Ефим. Самый бен Герш, Хая, Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль. В памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум. За здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Эсхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перв, бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья. Двора бот Мирям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двора, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Мэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Лер бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ольга бот Светлана, Йосиф, Дан бен Цара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Яков бен Рафель, Шимон бен Мира, Фейга бот Берта, Марк бен Нина, Ира бот Вера, Хана Цепора бот Цара, Ася бот Года, Мазал Парнаса, Згула, Ирина Батури, Орона Ребен Ри, За хороший дух Орона Ребен Двора, Днис Бен Ахум, Авиаль Бот Цара, Парнаса и Бют Владимир бен Рая, Марина Бат Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всех Барха, Парнаса, Каванам, Мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, Всем всего самого наилучшего, всем желаю крепчайшего здоровья, пусть закончится эта страшная война, чтобы все у нас было хорошо, и до следующей встречи, надеюсь, у нас состоится завтра, в дизайн-то зоркшалку.